У нас активированный уголь есть? Ну что, опять ее стошли вообще-то? Может врача вызовут? Блин, врача вызовут, в инфекционку сразу вызовут. Многих неравнодушных очень беспокоит вопрос. Что же за утюг здесь делать? Периодически просматриваю объявления о арене недвижимости в Крыму. Нашел сейчас два объявления. Одно из них это прям квартира моей мечты. Севастополь. Только посмотрите на эту крутизну. Вот здесь вот, вот здесь вот я бродил. У меня съемки есть, когда я в Крыму был. В Севастополе. Вот на этой набережной. Вот здесь таймлапс я снимал. Здесь теплоход такой быстро-быстро плывет. Здесь гулял. Вот там вот у белоруса магазин сувениров, который меня в гости приглашал. Смотрите, какой балкон шикарный. Сколько здесь метров, наверное, 40 квадратов. А вот вторая квартира в Ялте. Стиль мне лично не очень нравится. Но вот если снимать канал на ютубе, просто вообще нереально крутые декорации. Здесь можно сделать кулинарное шоу. Собственно. Вид. Смотрите, какой вид на море. Великолепные дворы. Первая, которая в Севастополе, квартира стоит 70 тысяч в месяц. Вторая квартира стоит 55 тысяч в месяц. Но с другой стороны, если сравнивать с питерскими ценами, то абсолютно недорого. За 70 тысяч подобную квартиру в Питере, конечно, не снять. Подобная квартира в Питере будет 1150, то и 200 стоить. Такой вот парадокс. Вроде бы казалось, там море, красота. А цены относительно невысокие. А вот средний ценовой сегмент квартир в Севастополе, аренда, в принципе, питерский. Тоже 20-25 тысяч. Но ничего. Мы все равно всех победим. Мы все равно доберемся до Крыма. Обязательно. Дайте вырву. Да. Ручки помыла, хоть раз полоснула? Раз полоснула. Сильно стошнила или чуть-чуть? Сильно. В общем, не знаю, что это такое. Посмотрим все эти деньги. Если легче не станет, придется врачей вызывать. У нас активированный уголь есть? Что, опять ее стошнило? Что-что? Купи, зайди в аптеку купим. Ну, что? Ну, не все купила. Ну, вроде говорит, что легче. Понятно, что вырвало легче. Вот это я помню. Э, куда ты лезешься? Во времена моей молодости этот уголь активированный. Он стоил вообще какие-то копильки. А сейчас куда? 2-3 рубля за пачку. А здесь 50 штучек и 3... Ну, 40 рублей. Ну, было 10 штук. Раньше он в обычный, в бумажный. Ну да, а сейчас они по манерному. Что-то не придумали. Ну, все, 40 рублей, это недорого. Ну, да, ну просто... Российский, курский. Ковальчик. Сейчас для профилактики и дать пару штук. Ну, вот тебе таблетчики. Активированный уголь. Как ты себя чувствуешь? Да, как всегда. Нормально? Да. Не тошнит больше? Нет. Да, больше не тошнит. Чего, опять тошнит? Нет. Может, врача вызовут? Блин, врача вызовут в инфекционку сразу увезут. Мне кажется, все-таки это обычное отравление. А можно запивать таблетку? Можно, конечно. Тебе надо пить вообще как можно больше таблетки. Красивее. Давай, не смотри, ешь. Ее надо не жевать, ее надо глотать. Все, теперь пей чай. После Нового года, все. Я сдулась как шарик на комнате, на комнате. Потому что кушаешь, не пойми как. Нормально пищу, есть отказываешься. Руки моешь, плохо. Вот тебе результат. Что нам понадобится для того, чтобы мяско сделать с подливочкой? Ну, с рисом потом. Одно из немногих блюд, которые можно при пищевом отравлении. Даже нужно силу, надо организм набираться. Берем 2 луковицы, 2 чесночины, морковку, 780 грамм мяса, 150 грамм томатной пасты, немножко приправы, растительное масло и водички. Мясо режем кубиками, морковку трем на крупной терке, лук кубиками, чеснок давим. Мясо порезали, лучок пошинковали. Морковочку на терке, соль, специи, масло добавим. Теперь все тщательно-тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем, заливаем, добавляем томатной пасты на 700-800 грамм, ну, примерно на 150, может, даже 200 грамм. Чем больше добавить, тем больше будет подливочки. И заливаем водой ровно, чтобы мясо закрылось. Дальше всю эту конструкцию либо в духовку на часа полтора градусов 100-120, либо на плите, ну, на плите хуже всего, с крышкой на медленном огне тушим. Лучше всего в мультиварке. Ставим режим тушения. Если у вас мясо свинина, то где-то час, ну, можно даже полтора. Если у вас говядина, то два часа. Все, блюд готов. Дальше отвариваем рис, и вот это как гарнира, точнее, как гарнира, как начинку с этим самым. Господи, с подливочкой мяско очень хорошо идет. Единственное, что сразу после отравления мясо лучше, наверное, ну, очень осторожно есть. А вот подливочку можно без ограничений рис полить. Подливочкой будет и вкусно, и полезно. Многих неравнодушных очень беспокоит вопрос, что ли за утюг здесь делать. Так вот, дом у нас достаточно старый, не очень качественный, мягко говоря. Этот утюг у нас служит обогревателем. Ставишь утюг на плиту, он нагревается, и потом еще несколько часов отдает тепло. Потому что стены в доме крайне тоненькие. Видите, какие? Он увидел, что находится в большом комнате, и у чтен стоит множество столиков, уставленных золотыми блюдами, подсеребрянными крышками. Все идет? Да. Не надо сполоскать. Да, как-то исполонит кашу получилось. Нет, она все равно в рисинке, я могу сейчас ополоснуть, и будет рис. Нет, пусть будет такой. Пусть будет каши? Да, пусть будет каши. Ты можешь ей отдельно выложить. А, все, понял. Вот, кашу. Хорошо. Не сильно, надеюсь, солила там? Да нет. Скажи, язык. язык, на-на-на. Блин, давай. Ты кушаешь, тебя тошнить не начинает сильнее? Нет. По десятибалльной шоколе на сколько тошнит от нуля до десяти? Сейчас? Ноль. Слабость на сколько? Нет. Слабость. Десять это очень сильно, ноль это себя бодрячком чувствуешь. Нет. Бодрячком чувствуешь? А какой? Нет. Вроде. Вроде полегчало. Сейчас посмотрим, сейчас этот рис съест, если все нормально, значит, значит, все нормально. Ну и все, молоко у нас включаем. Да. Можно через пару месяцев попробовать, но бывает такая штука, что... Ну, не инфекция, а бактерии в живой лодке. Да, я читала. Вот. На пару-другую месяц вообще все молочное исключено, потом можно попробовать. Все, будем надеяться, что это ложная тревога. Накормили все просто рисиком. Без мяска, без подливки, без ничего. Сейчас пару часов посмотрим, как реагирует организм. Фу, господи, надеюсь, что все обойдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова